Дачному некоммерческому товариществу Монина исполняется 70 лет. Здесь в эти годы проживали и проживают сейчас маршалы, генералы, военачальники военно-воздушных сил страны. Самыми знаменитыми из военных летных асов, проживавших здесь, называют Ивана Никитовича Кожедуба и Александра Ивановича Покрышкина. Трижды героев Советского Союза, маршалов авиации, участников Великой Отечественной войны. На их счету самое большое количество сбитых вражеских самолетов за всю Вторую мировую войну. В ДНТ Монина и сейчас живут и отдыхают известные в вооруженных силах военачальники. В день праздника они и члены их семей пришли, чтобы отметить 70-летие своего уютного и овеянного славой нескольких поколений летчиков дачного поселка. Уже много лет председателем его является Виктор Петрович Козлов, военачальник с огромным стажем, генерал-лейтенант авиации с 1997 по 2002 годы, начальник военно-воздушной академии имени Гагарина. «Ниже генерал-майора тут не было, поэтому в основном они здесь жили семьями. С какой целью? Ну для того, чтобы немножко отдохнуть от этой служебной деятельности, потому что как-никак они почти больше половины были летчики, почти все были ветераны Великой Отечественной войны, очень много героев». Поздравить с 70-летием дачного поселка Монино приехали гости, которые к армии тоже имеют личное, самое непосредственное отношение. «Я думаю, что они довольны, кто здесь остался, кто здесь приобрел последствия, и мы рады за них. Поэтому им желаем успехов. 70 лет – это, конечно, много, но тех, кто начинал, их, конечно, давно уже нет. А те, кто живет, пусть гордятся, что они находятся в таком отличном товариществе». «Это вы, прежде всего, ковали победу и в годы Холодной войны, и после этого отдавали свой ум, талант воспитанию подрастающего поколения и, прежде всего, воспитанию летных кадров, которые несли службу на защите неба Советского Союза». Праздник получился душевный, песни, концертные номера и, конечно же, угощения для ветеранов и членов их семей. И даже вкусная солдатская каша. Для всех гостей было очень значимо, что юбилей отмечали накануне Дня военно-воздушных сил. Для жителей дачного поселка этот праздник – один из самых главных. Андрей Циханович, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».